неожиданно в этом году власти эстонии собрали группу исследователей для того чтобы попытаться в очередной раз выяснить что же стало причиной одной из самых страшных по своим масштабам трагедии в истории крушений на море были привлечены современные специалисты и высокотехнологичные подводные роботы из хранилищ достали пыльные документы и отчеты исследовательских комиссий прошлых лет читая материалы расследования этой трагедии перед глазами встают картины тех ужасных событий что произошли 29 лет назад сказалось бы непотопляемым паромом эстония смогут ли исследователи наконец дать однозначный и удовлетворяющий всех ответ что стало причиной крушение судна или загадка гибели парома эстония навсегда останется в пучинах холодного балтийского моря друзья это архив x я рад очередной раз вас приветствовать сегодня мы попробуем разобраться в причинах одной из самых масштабных и загадочных морских катастроф гибели парома эстония подписывайтесь на канал если вы почему-то еще этого не сделали ставьте обязательно лайк этому видео и давайте разбираться с новым делом промозглым утром 27 сентября 1994 года из сталинского порта отчалил паром эстония на его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа судно совершал обычный рейс по маршруту таллинст стокгольм этот шикарный комфортабельный паром в длину составлял 157 метров и вмещал в себя каюты для перевозки 2000 пассажиров места для перевозки 460 автомобилей и ультра современную по тем временам инфраструктуру здесь каждый отдыхающий мог найти себе развлечение по душе на выбор были казино ресторан бары программы с артистами и кино также в распоряжении любителей спорта был отличный бассейн и первоклассная сауна местные жители между собой называли паром эстония домом беспробудного праздника на нем работать было крайне престижно персонал получал зарплаты на уровень выше чем на подобных паромах получали их коллеги но и устроиться сюда было очень сложно паром был построен на судоверфи в германии в 1979 году по заказу известного финского перевозчика викинг лайн и получил название викинг сали под этим именем судно продолжительное время ходила по маршруту турку барин хам стокгольм но шло время и за 15 лет эксплуатации у парома сменилось несколько владельцев и последним из них стала эстона шведская фирма эдлайн эстония паром переименовывают в эстонию именно под этим именем он войдет в историю самых масштабных странных морских катастроф в неделю уже под эстонским флагом судно совершало три регулярных маршрута из стокгольма в таллина и обратно время в пути составляло около 14 часов за весь период эксплуатации парома не возникало никаких серьезных аварийных ситуаций техническое обслуживание всегда проводилась вовремя обученный экипаж знал как действовать в экстремальных ситуациях рейсы всегда заканчивались благополучно и пассажиры множество раз отмечали высокий класс обслуживания комфорт и надежность судна но та ужасная трагедия что произошла в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года очередной раз показала что даже самое безопасное современное судно напичканное новейшим спасательным и навигационным оборудованием может за считанные минуты быть проглоченной стихией со всеми своими обитателями никто из нас не застрахован от катастроф подобного рода друзья хочу вам напомнить что я начал выпускать эксклюзивный true crime аудио подкаст на сервисе пусти там уже выложено несколько выпусков если вы любите слушать настоящие расследования то вам должно понравиться подписывайтесь на мою страничку в бусте и вы не только окунетесь так любимый нами true crime но и поддержите канал что будет очень кстати буду вас там ждать ссылку на подкаст вы найдете под видео в подсказках а также qr-код сейчас вы видите на экране но вернемся к делу погода 27 сентября выдалась плохой штормила судно ощутимо качала но никакого беспокойства ни у пассажиров ни у членов экипажа это не вызывало паром вышел из порта с незначительной допустимой задержкой как будет озвучено позже с небольшим креном на один из бортов в остальном ситуация на судне была штатной часть пассажиров неспешно прогуливалась по палубе часть ужинала в ресторане в районе полуночи эстония встречается с идущим встречным курсом паромом мэриэллы рулевой на мэриэлле обращает внимание что эстония идет на высокой скорости это было в рамках регламента и никто не углядел в этом какой-то опасной ситуации лишь отметив факт в судовом журнале шторм усиливался волны бившие в борта эстонии в среднем были около четырех метров максимально достигая высоты 8 для парома данного класса такой шторм на балтике не представлял никакой угрозы и его машины с легкостью должны были справляться с ледяными волнами но в час 30 ночи спустя несколько часов после встречи с мэриэллой эстония подает короткий сигнал бедствия и сразу пропадает с радаров на следующее утро все эстонские телеканалы а за ними и все мировые на разных языках сообщали одну ужасную новость паром эстония затонул тогда еще не было известно ни деталей трагедии не того что случилось с людьми на борту многие жители таллина отправились в порт чтобы выяснить хоть что-то о судьбах своих близких телефонные линии были перегружены от количества звонков родственников спасательные службы все телеканалы страны изменили сетку вещания ведя экстренные репортажи посвященные гибели эстонии та холодная сентябрьская ночь навсегда изуродовала и изменила судьбы тысяч людей но что же произошло сказалось бы непотопляемой эстонии после встречи с мэриэллой как неудивительно но до сих пор на этот вопрос нет однозначного ответа хотя прошло уже более 29 лет расследование гибели судна станет одним из самых странных и загадочных современной истории морских катастроф место гибели эстония с координатами 59 градусов 22 минуты северной широты и 21 градус 48 минут западной долготы станет огромной загадкой и будет объявлена международным захоронением здесь будут запрещены любые водолазные работы и сам район патрулируется финскими в мф вокруг погибшего судна на дне будет предложено соорудить бетонный саркофаг а возможные попытки поднять судно несмотря на то что она лежит всего на глубине 80 метров будет резко отвергнута эстонии швецией и финляндии к путанице в разборе причин гибели судна приложит руку как сами члены экспертной группы что проводили расследование так и политики спасатели многочисленные свидетели множество интересов намертво переплелись над этой трагедией мешая ясно увидеть истинную причину катастрофы на балтике уже в первые часы после того как стало известно что паром эстония затонул была организована международная комиссия по расследованию причин крушения в нее вошли эксперты из эстонии швеции и финляндии возглавил группу на то время министр транспорта эстонии энди майстер разногласия внутри группы начались практически сразу майстер обвинил шведов сокрытие части информации в свою очередь шведская сторона указывала на некомпетентность министров подобных расследованиях но несмотря на это комиссия предоставила официальный отчет в официальной версии озвучивались следующие причины катастрофы 28 сентября в час 15 ночи во время шторма из-за несовершенства конструкций замки носовой аппарели парома не выдержали натиска волн вследствие чего оторвался визор закрывающий носовые ворота визор это надводная часть корпуса парома которая служит для приема на борт судна грузов и автомобилей тонны морской воды моментально стали заполнять грузовую палубу эстония резко стала крениться на правый борт все происходило настолько стремительно что к моменту того как команда парома осознала опасность происходящего было уже слишком поздно что-то исправлять паром лег на правый борт команда лишь успела послать короткий сигнал бедствия и сообщение в час 24 ночи в сообщении говорилось что судно имеет опасный крен и экипаж сирены будет пассажиров сигнал бедствия приняли 14 кораблей находящихся неподалеку с того момента как экипаж включил сирены и до того момента как эстонию поглотили ледяные воды балтики прошло всего около 20 минут у большинства спящих пассажиров застегнутых сирены ночью не было шансов на спасение полуобнаженные растерянные люди выбегали на палубу из-за сильного крена полы длинных коридоров превратились в стены а стены с дверями кают в невозможные для преодоления препятствия на пути спасающихся час пятьдесят ночи паром затонул недалеко от острова у те что расположен в 20 километрах от берегов финляндии после получения сигнала майдей все находящиеся рядом суда были направлены к месту трагедии среди них была мариэлла еще несколько паромов курсирующих по маршрутам хельсинки стокгольм к трем часам ночи на место крушения прибыли вертолеты финских и шведских спасателей и ввс они помогали поднимать из воды людей очевидцы вспоминали что при поднятии людей из воды лопались тросы и несчастные с высоты падали в воду многие погибли от переохлаждения и шока утром в девять часов из воды были подняты последние спасшиеся в общем удалось спасти 137 человек еще 95 были официально опознаны и заявлены погибшими 757 человек были объявлены пропавшими без вести это оглушительная цифра многие поднятые из воды живыми позже умирали от переохлаждения на бортах спасательных кораблей и вертолетов по официальным данным в катастрофе погибли 852 человека спаслись 137 среди них 501 гражданин швеции 284 эстонца и 10 финнов также на борту злополучного парома были пассажиры из россии германии белоруссии канады и литвы в отчете комиссии указана такая хронология событий 1830 таллиннский порт посадка пассажиров и погрузка автомашин 1915 выход из порта небо хмурое ветер 200 паром следует вдоль побережья погода ухудшается нарастают волны дождь 21.00 начинается шторм 23.00 паром эстония без происшествий прошел 350 километров маршрута шторм усиливается волны достигают 4 метров 0 часов 30 минут сильная качка на судне волны до 6 метров высотой 0 часов 55 минут замки 50-тонной носовой аппарели визоры не выдерживают ударов встречной волны и открывается впуская воду в грузовой отсек час ночи скорость парома 14 узлов час 15 ночи крен 15 градусов на правый борт час 20 крен увеличивается по рации внутренней связи на эстонском языке пассажирам объявляют о начале эвакуации час 22 крен увеличивается до 80 градусов судно ложится на правый борт час 24 вахтенный на мостике эстонии дал по рации сигнал бедствия сос час 30 судно пропадает с радаров час 35 крен 90 градусов судно лежит на правом борту на поверхности воды час 40 паром эстония погружается в воду час 50 эстония залегла на дно два часа ночи сильный ветер скорость ветра 90 километров в час шторм людям не хватает места на плотах люди мерзнут в ледяной воде 2 часа 12 минут ночи к месту крушения парома эстония подходит пассажирский паром мариэлла матросы начинают вытаскивать людей из воды 3 часа ночи появление вертолетов спасателей эвакуация 9 часов утра последних из 137 спасенных извлекли из воды после отчета комиссии на всех паромах подобной конструкции были наглухо заварены носовые визоры немецкий судостроительный завод и инженеры которых по сути обвинили в катастрофе категорически не согласились с выводами комиссии они провели собственное внутреннее расследование опытным путем доказав что визор может выдержать куда более серьезные нагрузки чем те которым он мог подвергнуться в шторм их вывод подобное повреждение визор мог получить только в случае взрыва в августе 2000 года американским предпринимателем грегом беннисом в команде с немецкими журналистами была предпринята попытка экспедиции к месту где затонул паром целью предприятия было оценить состояние погибшей эстонии ниже ватерлинии во время осмотра под водой водолазы впервые взяли пробу металла с обшивки образцы были отправлены в несколько независимых лабораторий сша и германии все специалисты пришли к однозначному выводу на эстонии произошел взрыв позже это же подтвердили британские ученые общее заключение гласила массивные структурные повреждения двух металлических кусков произошли в результате взрыва а группа исследователей с немецкой судоверфи на котором была построена эстония в своем официальном отчете заявили технический уход за судном не велся на должном уровне и паром мог затонуть из-за неверно выбранной скорости теракта или неумелых действий экипажа директор верфи вернер гумель в интервью сми сказал на судне без сомнения произошел взрыв косвенно версия взрыва подтверждается рассказами выживших пассажиров так например спасшийся швед роль в сирман утверждал что отплывая от парома хорошо видел огромную черную дыру в районе батерлинии еще один выживший в катастрофе швед водитель грузовика по имени карл оффберг рассказал что почувствовал перед катастрофой два сильнейших удара что потрясли все судно они были похожи на взрыв некоторое время спустя в руки сми попадает видеозапись сделаны официальной экспедиции на ней хорошо просматривается продолговатый предмет оранжевого цвета на внешнем корпусе корабля принимавший участие в экспедиции эксперт-сапер полковник у ду мея лэденс не исключил что обнаруженный на пароме эстония подозрительный предмет является пластической взрывчаткой или элементом сухой батареи применяемый при приведении взрывных работ для детонации с этим выводом согласился и брайан бредвуд крупнейший эксперт по взрывчатке в британии привлеченные для расследования случившегося немецкой судоверфью на которой был построен паром эстония одиннадцать лет спустя после трагедии весной 2005 года правительством эстонии была собрана новая комиссия экспертов для дополнительного расследования причин гибели парома членам группы предстояло ответить на шесть основных вопросов первое доказатели опровергнуть версию о том что крепление удерживающий технику на судне были повреждены в результате взрыва второе вся ли нижняя часть корпуса судна была внимательно исследована в результате водолазных работ третье опубликовать показания всех спасшихся и определить вероятные между ними противоречия четвертое остались ли без внимания первой комиссии какие-либо важные показания или общеизвестные факты не учтенные прошлой группой экспертов пятое выяснить существуют ли факты позволяющие утверждать что от членов следственной комиссии были скрыты важные доказательства или другие исследовательские работы шестое дать ответ на вопрос случались ли в швеции финляндии или эстонии происшествия на воде связанные с гибелью судов на который впоследствии был наложен гриф секретности на все вопросы кроме третьего были получены отрицательные ответы что показывало явную некомпетентность непрофессионализм возможно даже и ангажированность комиссии большая часть инограмм допросов выживших а также показаний свидетелей была засекречена часть исследователей трагедии ссылаясь на якобы рассказы очевидцев утверждает что на борт парома прямо перед его отправкой заехали две фуры и что очень странно их не досматривали сотрудники таможни что именно было в грузовиках осталось тайной на основе этого делается далеко идущий вывод о том что эстонию использовали для крупной контрабанды запрещенных веществ будто бы членом экипажа посвященным в незаконную перевозку стало известно что полиция вычислила их и в стокгольме группе заговорщиков готовят теплый прием тогда замешанные в контрабанде члены команды открыли носовой визор выбросив груз в море но избавившись от запрещенных веществ они не смогли его закрыть в результате чего и произошла катастрофа однако эксперты отвергают эту версию открытие визора в условиях шторма было равносильно самоубийству капитан этого не мог не знать и выборе между тюрьмой и смертью он бы выбрал тюрьму многие исследователи полагают что на борту эстонии могли транспортировать оружие принадлежащие ранее ссср косвенно эту версию подтверждал руководитель таможни швеции свен петер олсен он рассказал что в 1994 году у таможни и силовиков швеции была договоренность не досматривать в порту стокгольма автомашины с грузом электроники что было куплено у российской армии доставляемая на пароме эстония и сталина в 2004 году программе идущий по шведскому телевидению бывший начальник стокгольмского порта по имени фрихман хэндриксон заявил что в день гибели парома на его борту находилась советская военная техника из его слов следовало что в 1994 году эстония несколько раз перевозила по маршруту грузы которые было запрещено досматривать таможенникам его словам противоречил официальный отчет правительства швеции которую она опубликовала в 2005 году в нем говорилось что никакого военного груза на борту парома эстония в день его гибели не было сторонники версии того что на борту парома могли перевозить оружие предполагают что на нем вывозилась некое секретное вооружение технологии которого ни при каких обстоятельствах не должны были попасть в руки западных специалистов именно поэтому российские спецслужбы устроили диверсию затопив эстонию вторая группа поклонников оружейной теории крушения утверждает что катастрофа на пароме дело рук западной разведки якобы оказавшись на грани разоблачения своих операций с оружием ранее принадлежащим ссср агенты таким образом решили избавиться от улик была версия того что судно случайно столкнулась с натовской подводной лодкой так как в этом районе в этот период проходили активные военные учения блока никаких подтверждений этому найдено не было одной из самых радикальных причин того из-за чего могла произойти гибель парома эстония называется перевозка радиоактивных материалов а возможные компонентов ядерного оружия и как бы не было это странно и это и безумные идеи есть косвенное подтверждение дело в том что масло в огонь этой версии добавляет тот факт что по международным соглашениям погибшая эстония должна была быть запечатана на дне бетонным саркофагом а воду вокруг места трагедии стали запретной зоной бетоном судно не залили ограничившись несколькими тысячами тонн грунта также очень подозрительным выглядит тот факт что власти наотрез отказались поднимать затонувшие судно несмотря на то что она лежит на относительно небольшой глубине всего около 83 метров в 1995 году было подписано соглашение запрещающее вести какие-либо работы исследовательские действия в районе гибели эстонии официально это сделано из-за уважения к памяти погибших но есть и другая точка зрения ее адепты утверждают что вокруг гибели парома эстонии существует заговор целью которого является сокрытие истинных причин ужасной катастрофы еще одним странным обстоятельством стала пропажа видеоматериала из судоходного департамента на котором была заснята вся экспедиция к затонувшему парому в 1995 96 годах феврале 2008 года правительством эстонии работа комиссии по расследованию была официально прекращена причинами гибели парома тогда были названы конструктивные недостатки и тяжелые погодные условия огромная путаница была со списками найденных и спасенных пассажиров а также членов экипажа они долгое время корректировались в них кто появлялись то снова исчезали выжившие все эти неточности можно было бы списать на огромное количество жертв катастрофы и проблемы с достоверным опознанием погибших но были очень странные и даже загадочные случаи такие как история со вторым капитаном эстонии ава пихтом он сначала был внесен а позже исчез из списка выживших это можно было бы принять за очередную ошибку в подсчетах жертв если бы не существующая видеозапись доставки спасенных в порт на ней видно как в машине скорой помощи сидит человек завернувшийся в одеяло и он очень похож на капитана пихта его узнали друзья и коллеги но куда же он делся из списка выживших таких историй после гибели парома насчитали несколько десятков давайте послушаем воспоминания свидетелей и исследователей трагедии ян мацавейер сопредседатель комиссии по расследованию трагедии профессор таллиннского технического университета в ту ночь было сильное волнение на море ветер достигал 28 метров в секунду волны поднимались на высоту 6 метров мы провели сложные расчеты которые подтвердили наше предположение о причинах отрыва носовой части я на кораблях этого типа удерживают три замка один нижний и два боковых все началось с левого бокового не выдержав напора волн он стал потихоньку расшатываться треснул а затем и вовсе развалился после этого расшатались и развалились остальные два замка аппарель трап для въезда транспорта потерял устойчивость рухнул на механизм обслуживающий визор и тот открылся пошел забор воды образовался крен градусов 15-20 на правый борт вода стала заливать трюмы парома все больше и больше вследствие чего крен начал нарастать двигатели остановились затем в какой-то момент эстония стала выравниваться но последовал резкий крен градусов 50 60 и корабль в считанные минуты пошел ко дну выжить могли только люди находившиеся на верхних палубах либо еще не успевший уснуть многих задавили во время паники многие погибли так и не успев выбраться из кают грэг бенис американский миллионер профессиональный водолаз и член американского общества морских инженеров судостроителей проведенное официальное расследование не полно мой собственный анализ убедил меня что эстония не могла затонуть из-за того что вода устремилась на автомобильную палубу скорее всего она стала поступать снизу это могло случиться из-за образовавшегося во внешнем корпусе отверстие взрыв или небрежный ремонт два возможных объяснения причины катастрофы микаэль и ум один из выживших пассажиров к слову ему не только удалось выжить но он и успел сделать две фотографии единственные снимки стонущего судна причина почему я в тот раз оказался на эстонии меня позвала занимающаяся благотворительностью госпожа тамара алип поскольку она знала что я работаю в сканию и могу помочь ей перевести вещи мы отвезли их в эстонский сиротский центр в котором молодежь начинала свою самостоятельную жизнь у нас тамары были разные каюты тамара зарегистрировала себя в другую каюту я даже не знал в какую мы договорились что встретимся утром за завтраком после ужина я пошел в сауну где разговорился с моряками они заметили что в тот день море было особенно неспокойным баня была открыта а поплавать в бассейне было невозможно всплески воды порой достигали потолка перед сном ощутил легкий приступ морской болезни и проснулся когда волнение стало особенно сильным крена еще не было но ощущалось сильное волнение раздавались громкие звуки в какой-то момент судно накренилось так сильно что стена вдруг стала полом со стола падали все вещи в том числе фотоаппарат и будильник стрелки часов застыли таким образом зафиксировав момент появления крена я не ношу наручных часов поэтому положил на всякий случай будильник в карман нужно отметить теперь этот будильник из прозрачного пластика фиолетового цвета является экспонатом шведского морского музея фотоаппарат я тоже положил в карман поскольку дверь в каюту была открыта я не хотел чтобы они больше падали или же потерялись по коридору еще можно было идти но судно было уже сильно накренено это было непросто когда я дошел до лестницы царила паника люди кричали я сразу же принял решение подниматься наверх на внешнюю палубу к спасательным шлюпкам пока шел услышал как слабый женский голос передает предупреждение на эстонском языке тревога тревога на корабле тревога на шведском и английском языках этого сообщения не прозвучало тут также нужно отметить что в материалах расследования кораблекрушения отмечается что по большому счету спастись удалось тем кто услышал этот слабый женский голос будучи уже на внешней палубе или близко к ней те кто на момент этого сигнала тревоги находился внутри судна наружу не выбрались поскольку коридоры стали непроходимыми длинные коридорные пролеты ложившегося на борт судна превращались в глубокие колодцы люди падали им уже не удавалось перепрыгнуть образовавшиеся окна лестницы тоже стали непроходимыми когда я полез вверх по лестнице судно накренилось на 45 градусов по коридорам невозможно было передвигаться люди падали прикрепленные к стенам перила за которые судорожно хватались люди отлетели все это произошло когда я был на последних ступеньках лестницы если обратиться к последующей статистике выжили преимущественно мужчины самому молодому было 12 лет дети погибали женщин также спаслось мало я был наверху лестнице я должен был как-то справиться от двери которая теперь находилась наверху меня отделяла около двух метров люди вокруг меня кричали и падали мне удалось и хватиться за дверную ручку и выбраться наружу подтянувшись на палубе было полно людей они суетились у спасательных плотов или одевали спасательные жилеты я стоял и смотрел момент стресса мыслительные процессы очень интенсивны они отбирают всю энергию крен судно увеличился люди перестали выбираться на палубу оставшиеся внутри оказались заперты в ловушку я решил что на судне надо оставаться так долго насколько это возможно поэтому не спешил прыгать в воду по мере увеличения крена я и другие люди карабкались по борту подальше от воды в конце концов мы оказались на поверхности корпуса ниже ватерлинии на плаву оставался последний кусочек эстонии в какой-то момент я заметил вдали огни мариэла это напомнило мне о фотоаппарате я просто держал его перед собой и пытался вспышкой привлечь внимание один снимок я сделал направив фотоаппарат вверх для вертолета глупая была затея после того как изучали фотоаппарат оказалось что морская вода повредила пленку но впоследствии и удалось проявить фотографии вышли ядовито-зелеными на основании этих фотографий следователи реконструировали крушение парома снятым и киэлем мужчина также выжил после публикации фотографий друзья узнали в нем я на озере вода была уже по всему днищу я был мокрый до нитки в этот момент я принял самое быстрое решение в своей жизни прыгнуть ли в сторону где стояла кромешная тьма или же туда где мерцали огни спасательных плотов я выбрал платы жилет плохо застегнул и он слетел на поверхность я выбрался после нескольких грибков вода будто кипела тонущая эстония создавала миллион пузырьков тогда я не ощутил что вода холодная наверное это защитный механизм человека не знаю когда плыл до плата в какой-то момент показалось что хил нет но сделал усилия и забрался на одно из спасательных средств на плоту было 12 человек но в нем была вода к тому моменту как на помощь прилетели вертолеты в живых нас осталось только 10 человек двое замерзли насмерть в нашем плату один мужчина стал уходить почти сразу же плату была вода я удерживал его голову над водой чтобы он не утонул он замерз насмерть вертолеты нас видели мы спасали по очереди нас спасли только когда уже расцвело в то время мобильный телефон был редкостью но мне удалось найти человека у которого он имелся жена трубку не взяла как выяснилось она и мой отец ожидали известий в порту ответила моя мама ее оставили дежурить на телефоне дома мама не поверила что это я она спросила это правда ты ведь это невозможно я много изучил документов ходил осматривать поднятый носовой визор я не согласен с выводами рапорта расследования кораблекрушения в котором говорится о постепенном увеличении крена судно резко кренилась дважды после этого она остановилась и стала разворачиваться я и многие другие пострадавшие нуждаются в ответах даже если это не будут красивые ответы лишь после этого мы сможем считать эту тему закрытой воспоминания артура сатамашкауса единственного спасшегося литовца плыл я по рабочим делам из эстонии в тот вечер выпил в баре с другим литовцем и около 23 00 разошлись по каютам моя каюта была на первом этаже парома ниже ватерлинии как только я заснул упал с кровати почувствовал что ноги в воде понял что что-то не так выбежал в коридор из каюты напротив вышел юноша говорящий по-шведски мы договорились жестами решили подниматься наверх посмотреть что происходит мы были одними из первых кто вышел на палубу но последний восьмой этаж чтобы добраться до палубы надо было попасть в ресторан мы в одних плавках зашли туда а там люди еще веселились они начали нам аплодировать но буквально сразу судно еще больше накренилось со столов стали падать лампы блюда и напитки веселье быстро прекратилось выскочили на палубу а там температура воздуха около пяти градусов дождь ветер лампы уже выключились работников парома которые помогали бы спастись не было не было слышно и сигнала опасности я не думал что все закончится так трагически думал что мы продержимся пока кто-нибудь прилетит один русский пассажир начал призывать молиться тогда я понял что все серьезно мужчины стали раздавать пассажирам спасательные жилеты еще мы пытались отцепить спасательные шлюпки но винт был замазан краской не поворачивался я видел что многие люди в шоке они ничего не делали это длилось минут 20 судно кренилось на правый бок как показывает в титанике корабль лежит на борту ты наклоняешься и смотришь в черную воду совсем не хочется туда прыгать страшно я решил ждать шанса кончился дождь и взошла луна и я увидел в воде платы которые спустили я понял что это единственный шанс спастись раздумывать было некогда стоял на трубе колени дрожали но прыгнуть не смог решиться судно шло на дно и меня в одних плавках и спасательном жилете волной смыло в море выбора не было надо было проплыть 10-15 метров до плота доплыл попытался забраться помог швед бывший на плоту через несколько минут пришел в себя и нашел коробку вытащил факел и стал озираться в поисках людей была странная сцена ни плотов ни людей ни парома только море и мы вдвоем с этим шведом только потом я выяснил что из-за волн не было видно что происходит за нами море бушевала и плот бросала как мяч я растирал тело старался не сидеть на месте двигаться в плот попадала вода я попытался выпустить сигнальную ракету но она выстрелила внутри плота загорелось дно пришлось его тушить к счастью но было двойным утром спасательный корабль начал искать спасшихся но оказалось что во время шторма часть плотов перевернулась и люди замерзли насмерть когда меня спасли примерно в 5-6 часов утра то температура моего тела снизилась до 24 градусов знаете я видел документальный фильм о трагедии на пароме там спасшиеся люди рассказывали свои истории одному пришлось оставить на пароме отца мать жену и ребенка он сказал что у него был выбор остаться семьей и спасаться самому так как они были по разные стороны парома мне кажется это самое страшное что может испытать человек а еще меня удивляет что на глубине 50 метров на затонувшем пароме никто не решился искать выживших по моим сведениям на пароме в случае несчастья все закрывается автоматически вода не проникает люди скорее всего не утонули а задохнулись по оси став капитан-лейтенант в мф финляндии руководил спасательными операциями на ближайшем к месту катастрофы острове утто из-за операции я был в больницу туру я спал когда сестра разбудила меня в два часа ночи далее все происходило очень быстро течение 30 минут обсудили кто должен поехать со своей стороны я дал совет что можно делать на море тогда я работал начальником военно-морской базы утро далее мы сразу же выдвинулись в утро куда приехали рано утром мы знали что нас ожидают часы работы на истощение может быть погибшие однако в конце концов все должно было завершиться благополучно поскольку большинство людей должны были оказаться в спасательных шлюпках никто не мог представить себе масштабов катастрофы мы верили что сможем спасти людей и помочь им мы готовились к этому на острове я прошел основательный курс спасения на паромах тогда мы могли представить себе только отключение электропитания ли пожар никто не мог поверить что мы занимаемся кораблекрушением в результате которого большинство людей не спасется когда прилетел первый вертолет в нем были люди но живых было только трое потом прилетел второй с двумя выжившими затем 3 я понял что все проходит не только неудачно но до упомрачения ужасно в общей сложности привезли 64 погибших живых остались лишь 23 человека это были одни из самых сложных часов когда ты понимаешь что вместо того чтобы греть воду подготавливать сотни коек сотни одеял действительности тебе необходимы сотни гробов сложно когда понимаешь что вне зависимости от того что ты делаешь насколько ты готов выложиться все бесполезно тебе остается лишь ждать и ты ждешь ждешь погибших далее необходимо было решить кто займется телами вот и служило много солдат срочников но я отказался привлекать их к работе поскольку они не находились в армии добровольно срочная служба для них было обязательством перед государством но то что ждало их впереди могло травмировать их на долгие годы были необходимы люди которые могли бы с этим справиться позднее выяснилось что даже им сложно было пережить такие ужасы на самом деле лучше всего справлялись женщины их способность пережить трагедию была удивительной все равно шла ли речь о медсестре или работавший на острове кассирши весь остров занимался в тот день лишь одним делом второе важное решение оказалось тел погибших я заказал у аэропорта хельсинки 300 гробов которые были запасены на случай несчастья каждый погибший получил гроб мы знали что их последний рейс должен быть достойным никаких пластиковых мешков выживших изначально доставляли на островную больницу и затем переправляли на родину они находились на острове примерно полдня или день им предоставляли как медицинскую так и психологическую помощь я говорил со многими из них с некоторыми встречался позже спасшие не испытывали радости не было ни членов семьи ни супругов ни друзей ни коллег никого были лишь редкие выжившие и почти все они были молодыми и крепкими эстонскими мужчинами я не заметил женщин я не заметил детей спасшиеся мужчины до сих пор поддерживают связь со спасателями один из работавших на эстонии поваров теперь работает в ресторане на острове пилоты и водолазы проделали фантастическую работу на самом деле они были счастливы поскольку имели возможность спасать людей и они делали это их трагедия заключалась в неизбежном выборе кого спасать первым выборе кто останется жить несмотря на то что вертолетов было много к человеку мог подлететь лишь один вертолет в это время выжившие преимущественно сбивались в группы спасатели боролись не столько с бешеными волнами сколько со временем поскольку человек может продержаться в холодной воде 30 минут к тому времени как на место прибыли спасатели некоторые выжившие находились в воде уже три или четыре часа это говорит о том что выжили те кто в это отчаянно верил поскольку для того чтобы продержаться столько времени на воде необходимо неординарная сила воли к жизни в таллине в 1996 году был открыт мемориал прерванная линия монумент символически показывает путь прерванный посередине на памятнике высечена дата кораблекрушения и имена всех пассажиров парома эстония что погибли в ледяных водах балтийского моря мемориал памяти этой трагедии также открыт в стокгольме в 2023 году власти эстонии неожиданно взялись вновь расследовать причины гибели парома была привлечена группа международных исследователей которые с помощью подводных роботов смогли изучить лежащее на дне судно и место катастрофы им удалось поднять на поверхность носовую часть корабля что дает большие надежды на то что истинная причина гибели парома эстония наконец станет известной но судно доставили в эстонский порт балдиски где будет происходить его изучение сначала мы задокументируем состояние аппареля носовой части в том виде в котором она находилась а затем вероятно возьмем образцы металла с поверхностей которых произошло разрушение сказал журналистом сотрудник эстонского центра расследования инцидентов с безопасностью таури ради упу интересным фактом стало то что современное расследование трагедии только началось и кажется еще очень преждевременным делать какие-либо выводы о его итогах но эстонские власти уже поспешили сделать следующее заявление мы не нашли никаких доказательств того что официальный отчет ошибочен не увидели ни следов взрывчатки ни следов проникновения кого бы то ни было на объект так что думаю ничего нового к имеющимся данным добавить нельзя заявил руководитель эстонского центра расследования инцидентов результаты нового исследования специалисты обещают опубликовать концу этого года будем ждать от них новостей а сейчас я предлагаю вам послушать запись радиообмена стерпящего бедствия парома эстония запись переговоров взята с регистратора парома сильвия симфония это европа викистония эстония эстония а мы дэй 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 у su落у мы дэсс онга он паак 재밌 умер уиграля у nasty на прин explosives опы оба а тую Продолжение следует... 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 Продолжение следует...